Всем привет! Я сегодня хотела снять такую болталку, немножко влог. Хотела показать вам, что сейчас происходит в моей жизни, почему выходит так редко видео. Да, я даже честно не знаю, с чего начать. Итак, наверное, я начну сначала немножко с объяснений. У меня последние видео были влоги с Португалией, и они вышли, как мне кажется, не очень скучноватые. Я немножко ждала другого, я хотела передать атмосферу, а в итоге получилось как-то скучно. Не знаю, мне так кажется, и они не особо прям так как-то залетели. Видео про косметику заходят намного больше. Почему он вдруг включился? Я ничего не трогала. Ладно. В общем, да, у меня еще остались влоги с Италией, потому что мы также ездили не так давно в Италию на мою день рождения, и у нас не было, считай, две недели. Короче, я снимала две недели. Мы были в очень многих городах, и в Венеции, и в Милане, и также мы были на острове. В общем, где мы только не были, это тоже был очень активный отдых, поэтому у меня тоже очень много собралось видео, но их монтировать у меня, честно, как-то не особо поднимаются руки, потому что я боюсь сделать из этого опять что-то скучное. Потому что это было настолько классно, классные моменты, настолько все это интересно, но я боюсь, что я все испорчу. Даже не то, что я больше не верю, а просто нужно как-то придумать, как сделать это так, чтобы передалось вся вот эта вот атмосфера, и при этом чтобы не было скучно. Да, и также надо немножко будет с монтажем, немножко мне еще подучиться, что, как сделать. Мы разбирались, на чем мне лучше монтировать, потому что были также у меня проблемы. Я монтировала на телефоне, и это был просто какой-то ад. У меня было с Португалией всего около шести часов или сколько, мне это нужно было все монтировать на телефоне. И, в общем, мой телефон тоже немножко сдавал задний ход, хотя у меня самый новый был тогда 14 Pro, и да, он с этим не особо справлялся. Мне было тяжело выгрузить видео в хорошем качестве на телефон, и потом затем на YouTube. Телефон просто говорил нет, и поэтому качество как бы желает лучшего. Не супер, конечно, плохое, но я, конечно же, тоже желала более хорошего качества. Но мы решили эту проблему. Я буду монтировать теперь на iPad. Как я поняла, что он все-таки посильнее. Я попробовала уже. Он вроде бы с этим справляется. Поэтому вот. Мы решали еще все эти проблемы, что будет как не монтировать, потому что я просто замудохалась на вот таком вот маленьком экране. это просто был ужас. Типа я хотела там удалить одну секунду, у меня удалялось десять. И да, это было не самым классным. Я, наверное, три дня просто тупо вот так вот в маленьком экране мартировала. Я реально с ума сошла. И когда это особо, особенно еще не так хорошо заходит, ну как сказать, немножко демотивирует это. Вот. И я не хотела бы, чтобы с влогами с Италией случилось то же самое. Поэтому я их пока что ставила на время, когда я точно буду знать, как я это хочу сделать. В общем, телевизор сам включается. Я не знаю, почему. У меня пульта вообще здесь поблизости нету, я ничего не трогаю. Он просто сам время от времени включается-выключается, но ладно. Вот, опять выгляделся. Замечательно. В общем, продолжая, наверное, немножко с грустного, нам пришлось продать нашу кошку. У нас была манькун-кошка, которой исполнился не так давно, один год. И мы ее выращивали с самого ее рождения. Сначала у нас была ее мама, да, и она родила три котенка. И, в общем, два умерли. И вот она одна пережила. И то это было все достаточно тяжело. Но это сейчас не об этом. В общем, она была нам очень близка. Потому что, представляете, мы ее вот так вот просто реально с самого рождения растили. И при том, что вот именно были много проблем с ней, мы ее кормили с бутылочки, массировали, чтобы она как описала. В общем, это было еще то. Ну, из-за аллергии. У Ибрагима есть аллергия на животного, на собак у него тоже есть аллергия, но на кошек у него самое сильное, что есть. Мы как бы это все знали. Но раньше мы жили в однокомнатной квартире. И мы думали, что, переехав в более большую квартиру, как-то это все немножко уляжется. И станет лучше. Мы специально... У нас теперь, да, трехкомнатная квартира. У нас нигде нету паласов, кроме вот небольшой, да, в зале. Просто для уюта. А так у нас больше даже ни в спальной комнате, ни в туалете. У нас больше нигде нету паласов. Мы специально сказали им нет, чтобы не собиралась там вот эта вот вся кошачья шерсть, эти все аллергены. Да. Но, к сожалению, стало не лучше. А такое ощущение, что стало столько хуже. У него все начиналось это просто с какой-то аллергии, да. Потом у него уже все перешло в астму аллергическую. Ему нужно было часто использовать этот спрей как для астматиков. Дошло даже до того, что он им пользовался, наверное, пару раз в день. Хотя он сам по себе, да, спортсмен, он уходит на фитнес, он все как бы это регулярно. Но для него это было, да, для него это было каторгом. Мы какие только таблетки не пробовали. Также ему давали кортизоновые уколы, скалывали. Которые, по сути, должны были помочь что-то на полгода или на год. Они им помогали буквально на пару недель. И все. А их так часто колоть нельзя. В общем, ну как, выхода просто не было. У него также есть аллергия еще на всякую пыльцу и на все такое. Но сейчас как бы уже ничего не цветет. Но у него все равно была сильная аллергия. Мы все-таки решили, что надо с этим что-то делать. Потому что, конечно, это совсем не полезно для организма. Что он всегда вот это вот борется, да. У него также слезились глаза. И вот это вот все, конечно, это не очень приятно. Капли в нос мы просто покупаем горами. Я вообще не знаю, как нам еще аптека их дальше отправляет. Потому что, да, постоянно у него забитый нос. Постоянно нос течет. Из-за этой аллергии. Это, конечно же, все очень не полезно. И да. Нам было, конечно, это очень тяжело. Ее сейчас с нами нет. Наверное, нет 3-4. И я хочу сказать, что было и даже есть до сих пор тяжеловато. Мы жили, сколько, наверное, последние 3 года без остановки с кошкой. Сначала как бы с ее мамой. А потом уже с ней. И да, и, конечно, привыкаешь. И тем более, и про ким бывает работают ночные смены и так далее. Я засыпаю одна, просыпаюсь часто одна. И всегда у меня, скажем, была какая-то такая компания, с которой я вместе просыпала и засыпала. У нас были какие-то свои ритуалы. Ну, да. Это очень обидно, когда ты просто просыпаешься, ты одна и все, ее нету. К этому реально нужно привыкнуть. Сейчас уже, конечно, чуть-чуть стало получше, но все равно чего-то не хватает. Я вообще все детство, я пробыла с животными. У нас были собаки, у нас были кошки. Я самого горшка знаю животных. И я их очень люблю. Ну, да, с аллергия, это, конечно, все-таки не шутки. Да, будем смотреть, как что дальше. Нам сейчас надо будет полностью отдрать всю квартиру. Надо будет постирать все шторы, ковер, диван, кровать. Полностью вот все, что где-то, это все нужно будет нам конкретно отстирать, чтобы убрать эти все аллергены. Пока что до этого особо не доходят руки, если честно. Потому что до сих пор как-то так не верится. Мы вот буквально вчера разобрали ее, как это называется, где она скребет. Да, честно, по-русски, даже не знаю, где вот она когти точит и спит. Теперь у нас здесь стоит цветок. До этого стояло ее дерево тут. Мы это реально буквально вчера убрали. Потому что до сих пор вот это вот все, ты не понимаешь, что правда. Это кажется, что вот она сейчас придет. В общем, да. Все. Я рассказала вам об этом. Переходим дальше. А, кстати, насчет вот этих вот всяких антиаллергичных пород кошек. Мы это тоже все знаем. Пока что не знаю. Мы хотим посмотреть, как будет. Сначала без кошек. Все подрать. И, честно, мне больше хочется собаку. Я как-то собак больше люблю. Что они именно как-то, мне кажется, больше к человеку привязаны. И все-таки у него на собак аллергия не такая сильная, как на кошек. Ну, посмотрим. Я ничего пока что не буду загадывать. Еще немножко так. Надо сначала отойти и посмотреть, что как будет. Ну, что все-таки Ибрагима мне тоже жалко. Да. Вот. Все. Закрыли тему. Переходим к следующей теме. В общем, что сейчас происходит. У нас в квартире сейчас просто какой-то хаос. Именно по этой причине не дошли пока что руки все убирать. Я, в общем, взялась за продажу своей старой одежды. У меня очень много скопилось старой одежды. Я уже ее продавала. Ездила на Фломакт. Это, как это назвать, на такой как рынок. Там могут люди приезжать, продавать свое что-то там старое. Вещи там или посуду, всякое вот такое вот. Туда я тоже ездила уже. Но там как-то особо не пошло у меня. Там нужно было еще платить за место. Что-то 25 евро заплатила за место. И в итоге продала что-то на евро в 70. В общем, не особо пошло. Я взялась за продажу одежды именно теперь в интернете. Я это тоже уже много раз делала. Ну, в принципе, я это всегда делаю. Просто обычно я продаю косметику. А тут я тебе продаю еще и одежду. В общем, мне косметики, видимо, было мало продавать. Теперь, в общем, одежда. И у меня скопилось реально очень много. Там лежит одежда, которая даже еще с Калининграда. То есть, я не знаю, ей может быть лет 10. Да. Когда-то надо ее начать продавать. Просто избавляться от нее. То я один здоровый мешок, скажем, как пожертвовала, отдала. Вот. Которые такие вещи, да. Скажем, за них особо много я денег не возьму. А то, что такое более прям в хорошем состоянии. Все это я стараюсь как-никак хотя бы какую-то копеечку заработать. Чтобы я могла себе купить новые вещи. Потому что, да, я немножко тоже переосмыслила свой стиль. Чего мне хочется. Что мне надо. Какие цвета мне идут. Какие фасоны мне идут. В общем, вот это вот все. И мне просто надоела своя вся одежда. Я поняла, что надо что-то менять. Потому что я открываю шкаф. И мне есть что надеть. Я знаю, как, с чем, что носить. Но мне не хочется это больше носить. Поэтому я решила, что пора что-то менять. Но просто так вот отдавать сейчас деньги за новые вещи мне не хотелось. Поэтому я решила, что буду продавать. И потихоньку покупать что-то новое. Также я начала покупать вещи бэушные тоже. Насчет этого тоже такая история. Я очень долго была против вот этого всего бэушного. Потому что, тем более, я как-то брезговала. И меня всегда, когда мама меня тащила в какие-то такие бэушные магазины, в секонд-дэйту, там было в основном какое-то барахло. Ну, реально, ничего модного. Мне хотелось чего-то модного, да. А там все такое старое какое-то. Ну, в общем, да. Я поэтому всегда была противницей. Но сейчас, когда я стала продавать свои вещи, я стала так немножечко смотреть, что продают другие. И я раз нашла что-то классное, раз второе нашла. И я смотрю, что цена... Я бы точно... Типа, я сейчас покупала себе очень много шерстяных кофт. Даже вот, в которой я сейчас сижу. Это от Massimo Dutti. Типа, я бы себе никогда не смогла это позволить. А сейчас я ее покупаю за ту же цену, которую я бы себе могла позволить в Primark, да. То есть, самый-самый дешевый магазин с самым ужасным качеством. Вещи постоянно все в катышках сразу же после первой носки. А тут я хожу типа в Massimo Dutti. И заплатила же столько же, сколько вещей с Primark, да. То есть, настолько разница. И до меня это как-то немножко дошло. Я думаю, блин, зачем я хожу в Primark, да. Мне даже эти вот вещи, которые подаю, я думаю... У меня реально, вот, считай, 90% это просто Primark, да. Больше ничего. Потому что, как бы, ничего дороже ты себе вроде бы позволить не можешь. И жалко как-то. А в то же время хочется что-то качественное. И, в общем, да. Я как-то пришла вот к этому. И я, повторюсь, я заказала себе много кофт. Вот сейчас даже обувь заказала. Ещё даже по руку так вроде бы. Немножко уже запуталась. В общем, я этим немножко увлеклась. И да. Конечно, я ещё покупаю новое. Потому что что-то такое новое, прям современное. Редко найдёшь в интернете, да. Если найдёшь, то опять-таки это будет стоить какого-то космоса. Поэтому, например, у меня сейчас там лежит посылки Zara. Как-никак. Что-то новенькое тоже всё-таки надо. А, повторюсь, какие-то вот такие вот шерстяные кофточки, да. Что-то такое вот носить. Это я покупаю теперь бушное. В общем, вот. Я, конечно, сразу всё стираю, всё обрабатываю, всё отлично. Поэтому и душа греется, что я за это не отдала какой-то космос денег. И при этом это шерсть, это кашемир, это классные фирмы. В общем, да. Я очень этому рада, что я к этому всё-таки пришла. Немножко, наверное, даже, может, повзрослела. Я не знаю. Потому что, мне кажется, я раньше была таким ребёнком упёртым. Что нет, мама, куда ты меня тащишь? Мне не нужны твои секонд-энда. Вот. Да, и давайте, наверное, я вам покажу, что сейчас вообще происходит у нас дома. Какой происходит просто развал. Я сейчас вам всё покажу. В общем, вот. Коридор, да. Это вот посылки с Зары. Я, честно, не понимаю, зачем они это всё отправляют. В трёх или сколько, даже четыре картона. Нет, три, наверное, картона. Я не знаю, зачем. Это можно было всё уместить. В общем, я тут и обувь у меня также. Вот ещё вещи я уже начала сортировать. Что на подумать, что точно назад. Да, в общем, я в основном сейчас заказываю именно что-то такое. Как видите, всё такое коричнево-серо-бежевое. Что я поняла, что мне хочется именно чего-то такого. В общем, какие-то вот такие вот лангсливы. Просто таких базовых цветов. Это именно то, что мне хочется. Ничего жёлтого, ничего розового. Вот такое вот. Дальше идём. Тут у меня находится продажа. Я, в общем, сегодня паковала, офигеть, сколько коробок. Вот видите. Я до сих пор ещё даже немножко не доделала. Но я просто устала. У меня просто уже ужасно болит спина. И, в общем, да. Я сейчас вам покажу. В основном я отправляю именно в двух размерах. Вот такая вот коробка. Я отправляю это как S-пакет. Кто в Германии живёт, поймёт. Вот. Тут, например, какие-то более большие кофты. Либо, например, две или даже три кофты. А что-то, например, более мелкое я отправляю вот в таких вот маленьких. Вот. И как вы видите, вон сколько их. Я вот тут вот у меня с весами, с ручкой. Тут у меня специальные наклеечки. Видите, я всё красиво клею, чтобы было приятно. Также обрызкиваю спреем одежду, чтобы было тоже приятно пахло. Когда открывают посылочку, вкладываю конфетки. В общем, вот у меня вот тут вот такое вот всё. И, собственно, вот наша рабочая комната. Теперь в Инглии тоже не очень классно. Теперь у нас здесь вот такие вот супер большие коробки. Конечно, я когда закончу, я всё в угол уберу. Но сам факт, что из уютненькой комнатки стало что-то вот такое. Я полностью сейчас всё-всё, что на продажу. Они у меня сортированы. Например, штаны. Тут где-то вот у меня футболки. Там где-то кофты, где-то куртки. Та же с... А, ещё вот, кстати. Ещё вот тут вот. Две здоровые коробки с обувью. В общем, да. Как вы видите, это просто какой-то капец. Я честно устала. В общем, опять переместилась. В общем, я правда уже устала от этого. Хотя это длится не так долго, но... Это занимает очень много времени, очень много сил. Мне сначала надо было это всё сфотографировать. Я фотографирую просто со всех сторон. У меня в зеркале, как на спине выглядит, чё. Я меряю сантиметром длину, ширину. Указываю состав. Выкладываю объявления. Я объявления выкладываю на Vinted и на eBay Klein-Anzeigen. Кто, в общем, тоже в Германии. Им это точно известно. И да. И эти потом все переговоры. Вот это вот торговаться. Это, конечно, очень всё энергозатратно. Я постоянно сижу на телефоне. Это, конечно, тоже взбешивает. Потому что ты понимаешь, сколько времени на это тратится. При том, что я продаю там некоторые вещи. Типа за евро, евро пятьдесят. И как бы тоже сто раз думаешь, а стоит ли, а вообще... Да, правда, стоит ли этого всего, вот эти вот затраты от их всех сил и времени. Ну, что мне с этим ещё делать? Там как бы тоже есть много вещей, которые, да, скажем, там, четыре-пять евро. И как-никак всё-таки собирается, как никакая копейка, которую я опять-таки потом могу, да, потратить на что-то новое для себя. Поэтому, да, я хочу сейчас это немножко пережить. Немножко, конечно, да, сейчас тяжело. Ну, я остаюсь сильной, и надо просто это немножко пережить. Оставаться, да, сильной. Когда они будут закончиться, я очень надеюсь, что они в скором времени вот так вот все коробки опустошатся, и наконец-то настанет опять спокойная жизнь. Ну, как спокойная. Я же не могу успокоиться, я потом начну косметику продавать, да, у меня косметики продавать выше крыши. Насчёт косметики, кстати, её продавать, конечно, намного выгоднее, интереснее, потому что, тем более, у меня косметика в основном вся люксовая. И типа ты там продаёшь какую-нибудь такую одну помадку за 20 евро, или тут ты целую большую коробку вещей и получишь за неё 10 евро. Как-то вот так вот, да, и поэтому... Мне хочется поскорее это закончить. Как-никак я денег отказываться не хочу. Также где-то можно было бы, многие подумают, отдать в секонд продать, но у нас в секонд-эндах они не покупают одежду, они её берут бесплатно. То есть ты им принесёшь, вот хоть 300 килограмм ты их принесёшь, они её сначала посмотрят, понравится им она или нет, а потом они её могут бесплатно у тебя взять. Вот, конечно, меня это не устраивает. Я хочу денежку, я хочу новые вещи. Поэтому да. Вот, насчёт видео про косметику. Следующая тема, да. Конечно, видео про косметику будут. Это всё так же мои интересы, просто сейчас у меня, правда, на это просто нету никакой энергии. Моя вся энергия сейчас в данный момент в вещах, да, в этой всей уборке, потому что это реально просто какой-то ужас. Я планирую снимать много рилсов. Я поняла, что рилсы могут тоже классно залететь, и снимать намного проще. Как мне пока что показалось, я не знаю, всё, конечно, ещё впереди. Вот. Видя про косметику будут, у меня тоже очень много новой косметики. Ну, а честно, я что по себе заметила, я для себя, у меня есть каких-то пару любимых продуктов, и я могу спокойно пользоваться только ими. То есть я как-то влюбляюсь в какие-то вещи, у меня тоже самое, и с одеждой я влюбляюсь в что-то, и потом просто не могу вылезти из этого. И так же у меня с косметикой. Это немножко обидно тоже, когда у тебя так много косметики, она же тоже всё-таки портится и всё остальное. А в то же время я так люблю, когда у меня их много, когда у меня есть выбор. Да, это вот тоже немножко это сумасшествие, да. Насчёт работы. Я также работаю, я делаю мини-джоб. Там где-то два раза в неделю по 4-5 часов я работаю в магазине с одеждой в ТК-Макс. И я, собственно, крашусь в основном только туда. То есть вот сейчас дома в обычной жизни я в основном не крашусь. То есть мне как-то тоже себя неудобно. Я то прилягу, то присяду, то мне как-то, а потом лицо. Мне не хочется, чтобы потом все подушки, весь диван, всё было в косметике. Я всё-таки люблю немножко, да, чтобы всё было чистенько. Вот. Да. Немножко это всё как-то сложно. А насчёт моей карьеры как визажист тоже всё немножко сложно. Я, правда, даже не говорю, что я не знаю, с чего мне начать. Потому что просто вот так вот на меня всё вот так вот одним комом. И, конечно, тогда у меня ничего не получится. Мне сейчас в данный момент важнее продать всё это, немножко обновить свой гардероб, чтобы я немножко успокоилась, чтобы мне мои вещи приносили какое-то удовольствие. Я не хочу это ни в коем случае забрасывать. Я хочу развивать это всё дальше. И, как я уже поняла, что это занимает много времени тоже и сил. А разорваться просто на всё я не могу. Тем более, что мне хочется, чтобы дома был порядок, чтобы кушать было приготовлено вкусненько и много. И разное я. Поэтому, да, разорваться я пока что не могу. В будущем посмотрим, как что будет. Я надеюсь, что немножко всё успокоится. Мои желания, мои вот эти вот всякие штуки, приблуды тоже успокоятся. И да. И надеюсь, что всё станет лучше. И потом я начну опять как-то спокойно думать и понимать, что мне хочется, и находить время для чего-то такого. И также для каких-то хобби. Потому что у меня сейчас реально нет времени для моих хобби. Я перестала опять заниматься спортом, я перестала рисовать. Я перестала заниматься тем, что мне так нравится. Потому что у меня реально на это сейчас нет времени и сил. Из-за вот этого вот всего хаоса, что сейчас творится. Вы сейчас представляете, мне нужно вот это вот всё продавать. И в то же время мне нужно будет сейчас всю квартиру драть, полностью стирать шторы во всей квартире, гладить их, в общем, да. В общем, да, я поделилась с вами немножко сейчас своей жизнью. Я надеюсь, что вам было это интересно, потому что я правда себя уже так плохо чувствовала, что опять не выходит видео так долго. Мне хотелось с вами немножко поделиться вот этой вот частью сейчас, что происходит. В общем, видео будет обязательно выходить, я не забрасываю канал ни в коем случае, просто немножко мне нужно время, немножко мне нужно как-то разобраться со своими вот этими всеми делами, проблемами, и всё обязательно будет. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, я желаю вам всего хорошего, всем спасибо и всем пока-пока.